Отвечая на вопрос, как я удаляю запах, в данном случае, гвоздики из кофемолки, и как я вообще мою кофемолку? Как я удаляю запах? Потому что я тоже применяю гвоздику. Для чего я ее применяю? Для того, чтобы у меня не было моли и пахло, я люблю запах гвоздики, поэтому и в шкаф кладу, я бы об этом уже говорила, зачем я применяю гвоздики. Но когда я ее измельчаю, то, естественно, кофемолочка пахнет, и кофеечек потом, как бы, ну, можно, допустим, сразу после гвоздики перемолоть кофе, я с удовольствием выпью, но никто же так и кто-то не захочет. Значит, первое, что я беру, я беру рис, обычный рис. Во-первых, он хорошо чистит стеночки, во-вторых, немножко и запах уберет. Вот. И просто перекручиваю его, перемолола. Кстати, получается, рисовая мука вы можете использовать для чего? Для масочек для лица, потом для чего еще можно использовать. Даже блины можно пожать. Ну, это так. Что еще можно? Можно взять соль. Я так делаю. Ложечку соли, две ложечки соли. Можно чисто соль, а можно вместе с рисом. Опять-таки я перекручу немножечко. Вот так вот. Во-первых, кофемолочка будет чистенькая, очищаться, и запах действительно устраняется. Что я еще делаю, если я чем-то недовольна и мне не нравится? Я беру обычный уксус. Я никакой химии такой особой не пользуюсь. Увлажняю салфеточку или просто ватный диск уксусом хорошо. И протираю кофемолочку внутри. Стеночки, вот эти крышечки. Все протираю чистым уксусом. 9-процентный столовый уксус. Я вот это все протираю. Так, чтобы влага не попадала никуда там особенно. И вы сами увидите, что запах устраняется. И вот эти все... Ну, сама кофемолочка внутри и крышечка, она хорошо очищает. Видите, такой ватный диск становится грязненький? Потому что все вот это... Не хватит от двух, возьмите еще второй, третий. Запаха практически я уже не слышу. А потом можно взять чистый ватный диск и тоже увлажнить его водичкой. И хорошенечко протереть. Один раз, другой раз, третий. Я под краном не вымываю. И, по-моему, даже не рекомендуют. Потому что, наверное, не стоит под краном, чтобы не попала вода. Там же какой-то стоит двигатель. И что я еще люблю? Это обычные салфеточки. Влажные салфеточки. Я люблю эти салфеточки. Они приятный запах такой. Здесь, по-моему, написано, чтобы спирт. Ну, может быть, спирт там. Значит, я их салфеточкой как использую. Внешнюю сторону я хорошенечко вот так вот протираю эти поверхности. Кстати, самое лучшее средство. Тоже не мою под краном, ничем не чищу. А вот этими салфеточками влажными. Видите как? И все чистенько, все аккуратненько. Я даже захватываю проводочек. Нет никакого жира. Вот такой мой уход. В таком виде я ухаживаю за этим таким любимым своим аппаратом. Кофемолочкой. Она чистенькая, аккуратненькая. Служит долго. Можно здесь внутри притереть. Но тогда нужно, конечно, взять водичкой это все. Чтобы не было запаха еще от самой салфеточки. Это примитивный-примитивный уход. Если вы это сделаете, то спокойно избавляйтесь от моли при помощи гвоздики. Используйте кофемолочку. А затем таким образом промывайте, прочищайте, как я вам показала. И запах же у меня исчез, и у вас исчезнет тоже удалиться. И моли в квартире не будет. И приятный запах будет в квартире и в шкафу. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok